Слава нашему Господу, братья и сестры! Я сегодня буду проповедовать те темы, которые очень важны для меня лично и, думаю, коснется каждого из вас, потому что наша повседневная жизнь связана очень часто, каждодневно, с этой заповедью. И мы, как христиане, чтя Бога, зная то основание завета, которого Он заключил с каждым из нас посредством крови Сына Своего Иисуса Христа, чтим и стараемся в нашей жизни соблюдать заповеди не для того, чтобы получить оправдание, не для того, чтобы получить какие-то привилегии от Господа, а из-за любви, из-за того, что Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но посредством крови Сына Своего Иисуса Христа, за что слава Ему. Но при этом это очень важно для нашей жизни, как для настоящей земной, и от этого зависит наша будущая вечная жизнь. И, как братам было уже сказано, мы будем говорить сегодня, исследовать заповедь о почтении родителям, которая гласит следующим образом. Исход 20 глава, 12 стих. Прежде чем начать говорить о повиновении, о послушании, о почтении родителям, я бы хотел обратиться к моей маме. Она сегодня в зале. Я благодарен Богу, и Папа, если смотрит онлайн. Я благодарен вам, искренне благодарен вам за то воспитание, которое вы дали мне, за те молитвы, за те бессонные ночи, за те переживания, за все, что сделал в моей жизни. Я благодарен Богу и вам. Слава Богу за вас. Я также прошу прощения, хотя между нами всегда были очень хорошие, теплые отношения. У нас не было каких-то, скажем, ссор огромных или еще чего-то. Но при всем этом, зная, что, может быть, где был неправ, вы скажете, зачем все это, это лишнее. Нет, я хочу быть действительно в этой проповеди искренним перед вами, перед Богом. И не хотел бы, чтобы даже ни малейшего какой-то запинки не было, чтобы иметь полное дерзновение перед Богом. Хочу еще раз обратиться к маме, сказать, мам, прости. Ты находишься уже неделю здесь, у меня очень мало времени для тебя. Я могу опрадоваться своими бизнесами, работами, заботами, но все-таки прости, что я мало времени уделяю тебе, что я мало приезжаю к вам, но сколько могу, даст Бог сил, буду еще приезжать. Да будете вы благословены пред Господом. У меня вопрос ко всему залу и к детям особенно. Кому была обречена эта заповедь? К детям, к детям чьим? К народу Израилю, который вышел из земли Египта, у которой не было своей земли, и теперь он им говорит, Господь, обращаясь к ним, говорит, если вы будете почитать отца и мать, то вы будете долголетны, ваша жизнь продлится на той земле, которую я даю вам. Эта заповедь сегодня относится к нам? Мы живем на земле, которую Господь Бог обещал Аврааму? Авраам до Европы не дошел. Мы дети Авраама через веру, согласен со всем. Вы понимаете, что если мы начнем вот вникать в каждое слово, в сущность буквально, и мы можем найти себе оправдание, что это не для нас, потому что мы на самом деле не вышли из Египта буквально, мы не пришли в обитованную землю буквально, и здесь Господь ясно обращается к тем, которые вышли и зашли в землю Ханана. Понимаете, что если брать буквально, то все остальные заповеди иногда, люди берут то, что им легко, и даже законы государства об этом следят, и они не могут их нарушать, потому что за это грозит наказание, лишение свободы и так далее. Ну, к примеру, такая заповедь, как «Не убей». Никто не осмелится это сделать. Мы, как христиане, мы понимаем, не при любодействии никто этого не делает, за исключением редких случаев, потому что мы знаем, что, во-первых, ну, это преступление перед тем человеком, с которым я вступил в завет, и, во-вторых, если я действительно люблю этого человека, то мне даже на мысли это не приходит. Вы понимаете, что когда мы говорим о том, что не лжесвидетельствуют и все другие заповеди, не пожелая ближнего, общество за этим наблюдает, и как только я оступился, мне сразу подскажут, что, слушай, так не делают. Это не по-христиански. Ты этим самым нарушаешь заповедь. Когда мы говорим о том, что не делая себе кумира никакого изображения, то, естественно, мы живем в среде, мы выросли в христианских семьях, которые не были теми людьми, которые делали изображения, поклонялись в храмах полных идолов. Нам это чуждо, об этом нет особой нужды, как бы говорить, хотя мы говорим о том, что человек может себе сделать любого кумира. Если наши дети, общаясь с другими детьми, где-то услышали, как имя Божие произносится в суе, мы говорим, мы так не поступаем, мы так не делаем, и мы строго, вовремя и не вовремя облючаем и останавливаем друг друга. Но что касается именно этой заповеди, «Почитай отца твоего и мать», то давайте я задам один простой вопрос. Родители, у вас есть непослушные дети? Моя проповедь закончена, время вышло, об этой нет нужды говорить. У нас все дети послушные, все повинуются, все покоряются родителям. Есть о чем подумать, братья и сестры, правда? Потому что, когда речь идет о всех других заповедях, мы строго над этим наблюдаем. Но когда речь идет о моих детях, вместо того, чтобы поблагодарить человека, который сделал замечание мне в адрес моих детей, я говорю, посмотри на своих, не трожь моих детей. А как смотрит на это Бог? Он точно так же покровительствует, он точно так же покрывает преступления, которые мы совершаем перед родными и близкими, перед нашими родителями. Или он смотрит на это очень строго? И вы знаете, между нами, христианами, искренне говоря, больше, чаще всего нарушается именно эта заповедь. Все познается в сравнении. И если сравнить наших детей с детьми этого мира, то я благодарен Богу, у нас действительно замечательные дети. Они послушные, они хранят себя от зла, они не скверняются от этого мира. Это слава Господу за наших детей. И хоть, может, это и не принято говорить, но я где-то горжусь своими детьми. Я рад тому, что они такими есть, как они есть. Это благодаря Богу. И точно так же каждый из вас. Это говорит о том, что никто из вас не поднял руки, что у него дети непослушные. Все-таки они у нас послушные. Но где-то, где-то, мы осознаем, что где-то они провинились, где-то есть моменты, где нам бы хотелось видеть их лучше. Я сейчас обращаюсь больше к вам, к родителям, к себе лично говорю. Где-то я, может быть, сделал ошибки в воспитании, где-то я что-то не усмотрел, и за это Господь меня спорит. С ними, с детьми, а мы поговорим немножко позже. Однажды к Иисусу подошел человек и спрашивал, действительно, искренне, он был озабочен тем, что же сделать для того, чтобы получить жизнь вечную. И Христос, отвечая на его вопрос, он говорит такие слова. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Далее он отвечает, я все это соблюл, вы знаете эту историю, но я иду за этой мыслью, которая здесь прослеживается, знаешь заповеди. Он перечисляет буквально те заповеди, которые относились к человеку, к ближнему, то есть ко второй заповеди, возлюбить ближнего, как самого себя. Потому что за первой скрижалью наблюдали книжники, наблюдали фарисеи, наблюдали те, которые были в принципе теми, которые должны были это делать. Апостол Павел в свое время говорит такие слова. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, подчеркиваю, в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Павел, начиная эту тему, он обращается к детям и впоследствии переходит к родителям. Я бы хотел начать именно сначала. Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Неоднократно я был виновен в этом. неоднократно раздражал где-то своих детей. Понимая это, я перед всеми вами сейчас обращаюсь к моим детям сначала. Я прошу о том, чтобы Господь дал в их сердца где-то понимание, где-то снисхождение ко мне, и чтобы они могли простить, где я где-то раздражал. И делаю это для того, чтобы обратиться к вам, к отцам, чтобы вы сделали то же самое, когда у вас будет эта возможность. Вспомните те моменты, когда ты, как отец, возможно, раздражал твоих детей. Возможно, требуя того, что не стоило требовать. Возможно, в тот момент, где нужно отнестись, было с пониманием, но ты наставил на своем, и это произвело какую-то ссору, какую-то расприю. Не раздражайте ваших детей. А сейчас хочу обратиться к детям. Дети, повинуйте своих родителям в Господе. Это говорит о том, что Павел обращается к детям, которые знают Господа, которые приняли Христа, которые следовали за Господом. И говорит о том, чтобы почитать, слушать, повиноваться в Господе. То есть, если родители не противоречат Слову Божию, не противоречат Богу, потому что бывают моменты, где есть семьи, дети приняли Господа, но родители не верующие. И это очень важный момент. Родителей повиноваться нужно в Господе. Ибо сего требует справедливость. Справедливость чья? Справедливость Божья этого требует. Почему? Потому что благодаря твоим родителям ты сегодня находишься в этом зале. Благодаря тому, что они в свое время вступили в завет между собою, любят друг друга, Господь подарил вас им. И только ради того, что сколько ночей бессонных, сколько труда было приложено для того, чтобы вы пришли в этот возраст, в котором вы сейчас находитесь, только ради этого уже стоит почитать родителей. только ради этого одного уже стоит прислушиваться к этой заповеди и все-таки сповиноваться и быть послушными. Но повиновение, послушание – это всегда право выбора человека. «Скажите, послушен ребенок, когда он родился, и ему годик-полтора? Он послушен или нет? О нем нельзя вообще говорить о послушании. Он не может быть послушным или непослушным. Он может быть спокойным или беспокойным. Он может много кричать или вообще голоса не подавать. Он может где-то болеть и причинять какие-то неудобства, но послушным ребенок годик-полтора быть не может. Однако, точно так же он не может быть и непослушным. Он всего лишь ребенок, младенец. Но когда дитё возрастает, когда ему приходит два, три, четыре и больше, когда он сознательно не слушается родителям или слушает родителей, это его выбор. И как преподнести нам, родителям, детям, чтобы они сделали правильный выбор в своей жизни, чтобы они всё-таки помнили об этой заповеди и почитали своих родителей. Это первая заповедь с обетованием. И обетование гласит так, что тебе будет хорошо. И в какой бы земле ты ни жил, в обетованной или в Европе, если ты будешь слушать своих родителей, ты будешь благословен, ты будешь долголетен. И это заповедь с обетованием, то есть обещанием самого Бога. От этого зависит твоя будущая жизнь. Здесь, на этой земле, будучи семьянином, имея своих детей, и однажды в процессе воспитания кому-то из детей, я говорю такие слова. Вы понимаете, что всё, что вы делаете, вы придёте, придёте в такой момент, в такой возраст, где у вас будут свои дети, и вы будете то же самое переживать. И кто-то из детей мне говорит, пап, значит, ты то же самое делал, и теперь пожинаешь. Я на тот момент, оценив эту ситуацию, я искренне перед вами, перед Богом, именно в этом нет, слава Богу, такого не было. Но где-то он прав. Где-то он был прав, потому что я его воспитываю и говорю ему о том, что у тебя будут дети, остановись, не делай того или другого. И кто-то из них мне говорит, пап, значит, ты так же делал. Закон сияния и жатвы, он работает. Хотим мы этого или нет? Он работает. Да, мы понимаем, что есть покаяние, к этому мы будем сегодня приходить. Но все-таки есть вещи, которые нам без того, чтобы на собственной, как говорят в шкуре, проучиться, не работают. Но есть вариант полегче, действительно, где мы можем прийти искренне перед Богом в покаянии и избежать многих неприятностей. Я читаю еще одно место, где апостол Павел по Колоссянам в 3 главе 20 стихом говорит, дети, будьте послушны родителям вашим во всем. Во всем это во всем. В Господе, как он говорил выше, в другом месте. Ибо это благоугодно Господу. Именно ваше послушание, дети, оно благоугодно вашим родителям, но прежде всего оно благоугодно Господу. И когда мы именно как дети подходим так, что, почитая родителям, этим самым мы почитаем Бога, потому что Он заповедовал почитать родителям, мы будем иметь благословение от самого Господа и от родителей. И тут же Павел продолжает и обращается к отцам, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Вы знаете, что такое уныние? Говорят ли об этом на телевидении, по Ютубу, в средствах массовых информаций, говорят об этом? Сплошь и рядом. Только называют это другим словом. Для него выдумали такой термин и говорят, что это депрессия. Итак, отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы у них не было депрессии. Уныние, унылый дух, он сушит кости, он разрушает изнутри. И даже твои добрые намерения, если это не вовремя, если это возможно не в том духе, не с тем настроением, то доброе воспитание, оно превращается в раздражение и уныние детей. Дал бы Господь нам, родителям мудрости, воспитывать наших детей в страхе Господнем, а детям послушание. Как Господь смотрит на это? Однажды был момент, где Саул ослушался Господа. Самуил приходит к нему и от имени Господа говорит такие слова. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господня? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство. И противление тоже, что и дало поклонство за то, что ты отверг слово Господа. И он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Речь идет о неповиновении Саула перед Господом. И Самуил говорит ему, что послушание оно лучше жертвы и неповиновение лучше тука овнов. И далее добавляет, непокорность есть такой же грех, как и волшебство. А вы знаете, что бывало, когда человека уличали, замечали волшебство, его предавали смерти. Но вы скажете, возможно, дети, но здесь же идет не о послушании родителям в общем. Здесь идет о послушании Господу. Здесь идет речь о повиновении Господу. Но вы знаете, когда я, как ребенок, ослушался своих родителей, я согрешил перед ними, да. Но при этом я еще согрешаю перед Господом. Почему? Потому что Он заповедовал мне почитать своих родителей. Поэтому неповиновение, непокорность, противление, оно равняется волшебству и идолопоклонству. Так мы об этом не рассуждаем, так мы не приняли. Мы думаем так, ну, с кем не бывает. Не послушался, да и ладно. В следующий раз послушается. Отчитали ребенка, отругали и надеемся на то, что в следующий раз такого не будет. Но если в сердце не произойдет вот этого осознания, что насколько это тяжелый грех, неповиновение, непослушание родителям, перемен не стоит ждать. Поэтому мое слово обращено сегодня к каждому из нас, к детям и к родителям, чтобы мы правильно смотрели и оценивали эти вещи. Во Второзаконии 27 глава 16 стих гласит, «Проклят злословящий отца своего или матерь свою и весь народ да скажет Аминь». Вы когда-нибудь слышали, чтобы за злословие, за непослушание, за неповиновение настолько строго к человеку относились и предавали клятвы. Общество это не делает. Но Господь говорит, проклят, сам Господь говорит, проклят злословящий отца своего или матерь свою. Хотим мы этого, не хотим, любим мы своих детей, готовы за них горой стоять. Господь говорит, если ты злословишь отца и мать, если ты их адрес высказываешь то, что не нужно выскать, если ты действительно злословишь отца и мать, ты проклят от Господа. Как бы за тебя родители не старались, как бы они не были милостивы к ними, ты проклят от Господа. Я не нахожу в Писании место, где действительно за злословие отца и мать в ветхом, как мы его называем Завете, я предпочитаю называть его первым, не нахожу места, где бы действительно родители вывели этого сына, который мод и пянется, об этом говорит слово, выведи его перед народом, бездельник, другими словами, лодорь, выведи его перед всего народа, первый подыми камень, и весь народ да скажет, аминь, и все. Я не нахожу такого случая. Знаете, почему? Потому что какой бы сын не был, какая бы дочь не была, послушная, непослушная, непокорная. Родители, ну, я не встречал таких людей, которые бы настолько были жестоки к своим родителям, хотя Писание об этом говорит. Удивительно то, что мы называем это Ветхим Заветом, и как бы считаем, что это не актуально в наши дни. Но Бог за это очень строго взыскивает. Вы знаете, когда мы смотрим на какие-то очень старые вещи, старинные, антиквариат, мы говорим, эти вещи очень дорого ценятся, их продают за большие, огромные деньги. И чем старее, чем вещь более ветхая, старая, иногда она намного, намного дороже, чем какие-то новые безделушки. почему? И мы говорим, что это Ветхий Завет. Казалось бы, если это действительно Ветхий Завет, если это столько столетий, тысячелетий просуществовало и осталось актуально перед Господом, почему мы можем себе позволять и говорить, это было в Ветхом Завете, а мы живем в Новом? Что же говорит Новый Завет по этому же поводу, а не послушание родителям? Сам Иисус Христос, беседуя с книжниками, Он говорит такие слова. Матфея 15, глава 3 стих. Он же сказал им в ответ, «Зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, «Почитай отца и мать, и злословящий мать, или отца, смертью, да умрет». Злословящий отца и мать смертью, да умрет. Это слова Иисуса Христа, и Он цитирует этот же Ветхий Завет, о котором мы с вами говорили. Он обращается назад и говорит, «Никто не будь, это не предание ваше, ибо Бог заповедал, «Почитай отца и мать, и злословящий отца и мать, смертью, да умрет». Но мы опять-таки же, мы же просвещенные люди, мы знаем Писание и понимаем, что на тот момент кровь Христа еще не была пролита, Новый Завет еще не был заключен, и Он просто цитирует вот эти места, о которых Он упоминает, и мы можем найти себе какое-то оправдание, будучи непослушными. Давайте обратимся опять-таки же к Новому Завету, который уже был действительным, где Христос уже умер, где Он воскрес, где Он вознесся, где Он являлся во славе. И вот Павел, он говорит об этой же тематике, о послушании детей, находясь в Новом Завете, здесь уже нет никаких сомнений, это было уже написано намного позже, после всех этих событий, после заключения Нового Завета, и Он говорит следующие слова. Римлянам, первая глава, 28 стихи ниже. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Мы хорошо помним этот отрывок из Священного Писания, особенно, когда идет речь о людях, с которыми мы никак не можем согласиться, которых мы не принимаем в наше общество, где действительно для нас это несовместимо. И апостол Павел перечислит некоторых из них. Бог придает превратному уму делать непотребство, и что они делают? Так что они исполнены, всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям. Проверьте, это точно так здесь сказано. Павел не ошибся, приравнивая непослушание к блуду, приравнивая непослушание к лукавству, корыстолюбию, к злобы, к злоречию. Нет, это все в одном списке. И это следствие превратного ума. Почему? Потому что, не заботясь иметь Бога в разуме, человек находится в таком состоянии, его ум предается таким вещам, превратный ум просто назван. Он не здраво мыслит и предается всем этим вещам. И если до этого слова непослушно родителям мы радуемся тому, что нет между нами таких в общей массе как бы. Но здесь дальше сказано непослушный родителям. И здесь стоит остановиться и проверить свое сердце. Я не нахожусь ли в этом списке? Не нахожусь ли я человеком, который действительно Бог предал превратному уму? Непослушный родителям. Это звучит очень жестко. Я понимаю, что вы как родители где-то внутренне с этим не соглашаетесь. Я тоже не соглашаюсь. Мне трудно с этим согласиться, что Бог ставит это на один уровень. Павел перечисляет это в одном списке. Но на самом деле Бог именно так и смотрит на непослушание, на неповиновение родителям. Безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые. Они знают, кто они. Все эти перечисленные люди, которые ведут себя так и в том числе непослушные дети, знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны. Достойны чего? Смерти. Это Новый Завет. Это сто процентов уже Новый Завет. Достойны смерти, непослушные родителям. Продолжая и обращаясь к Тимофею во втором послании, Павел продолжает эту мысль и в третьей главе говорит следующее. Знай же, что в последние дни наступят времена, какие тяжкие. Чем охарактеризовано это тяжелое, тяжкое время, последнее время? Следующее. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны. Но раз уж мы живем в такое последнее время, то может смириться с этим? Но все непослушные, а что и особый. Все ведут себя непочтительно к родителям. Но я как-то не буду вести себя по-другому. А мы живем среди такого общества. Мы живем среди такого общества, где пропагандируется, что ребенок имеет намного больше прав, чем родители. Где ребенок может в любое время пожаловаться, и тебя могут лишиться, лишить родительских прав. Худые сообщества развращают добрые нравы. А нравы добрые, которые воспитываются в страхе Господня, говорят о том, что нужно почитать, уважать, ценить, любить своих родителей. Последние времена тяжкие. Родителям непокорны. И перечисляя еще многих других людей, Павел впоследствии говорит, «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся таковых, удаляйся». Удаляйся самолюбивых, неблагодарных, удаляйся жестоких, удаляйся нелюбящих добра, удаляйся таковых. Но здесь же стоит «Удаляйся от родителям непокорных». Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. И если в твоем круге общения есть люди, есть молодые люди, которых ты замечаешь, что они действительно относятся к родителям неуважительно, не чтут их, не повинуются им, не покоряются им таковых, удаляйся. Это простой совет. Но как трудно иногда его выполнить, как трудно просто-напросто в свое время сказать «Нет, до этого дня и не больше, я не буду обращаться среди людей, которые ведут подобный образ жизни». Но здесь мы говорим о каких-то таких сложных вещах, о каких-то действительно больших преступлениях, о мирских людях, возможно. А мне бы хотелось обратиться к вам, христианам, которые выросли в одной церкви, которые ходили в один детский кружок, которые участвуют в одном служении, в хоре, в молодежных каких-то общениях. А что, если между нами, между нами, христианами, появился человек, который родителям не покорен? Таковых удаляться? Или стоит попробовать своим поведением? Все-таки показать, что есть и другой путь, где ты можешь быть благословенным в Господе, где ты можешь действительно приносить радость своим родителям, где родители тебя благословляют не потому, что они поставлены в такую ситуацию и благословляют, ну, потому что родители, а чтобы они это делали искренне, чистого сердца, со слезами благодарности за тебя, что ты вырос именно таким или такой. Давайте обратимся еще к Сираху, где он говорит такие слова, оставляющий отца то же, что богохульник и проклят от Господа раздражающий мать свою. Не от матери, а проклят от Господа раздражающий мать свою. И, возможно, в твоей жизни были моменты, где ты просто хлопал дверью, а мать оставалась где-то со слезами. Возможно, потом где-то в ночных молитвах молилась за тебя, а ты просто забыла это на следующий день, как ни в чем не бывало, может, даже подошел, поцеловал, не вспомнив об этом даже, но ты ее раздразил. Она тебя простила, но проклят от Господа всякий, раздражающий мать свою. Я думаю, что этот вопрос нужно уладить как с родителями, так и перед Богом, если такие моменты бывали в твоей жизни. Всем сердцем почитай Отца твоего и не забывай родильных болезней Матери твоей. Помни, что ты рожден от них и что можешь ты воздать им, как они тебе. Не забывай родильных болезней Матери твоей. Ты о них не знаешь. Возможно, где-то ты слышал, как все происходит. Но ты о них не знаешь. Ты узнаешь это тогда, когда сама станешь матерью. Когда ты, как отец, присутствия в Бушвич, через все, что проходит жена, тогда ты узнаешь об этом. Но сейчас ты об этом не знаешь. Поэтому всем сердцем почитай Отца и не забывай все то, что сделал для тебя мама, подарив тебе жизнь, воспитывая тебя, отдавая тебе свое здоровье и делала все возможное, чтобы была в ее силе для того, чтобы ты был таким, как ты есть сейчас. Самый большой пример для подражания в послушании для меня является сам Иисус Христос. Начиная от его детства до конца своей жизни он повиновался Отцу Небесному и он повиновался своим земным родителям. Об этом мы читаем, когда вы помните случай, где он остался в храме, родители его искали. Я читаю из Луки со второй главы 48 стиха, они его находят. И здесь Мария говорит такие слова. Чадо, Чадо, что ты сделал с нами? Для кого непонятно это слово, русское, старое слово Чадо, другими словами можно сказать дитё, сын, дочь, что ты с нами сделал? Её слова не были наполнены горечью и печалью, и было переживание, потому что прошло несколько дней с того момента, как они потеряли своего сына. Хотя, хотя, зная то, чему он был предназначен, им не нужно было искать три дня где-то, нужно было просто прийти в храм, и они бы его нашли. Но эти слова матери, как они дороги для дитя, которое осознал, что же он сделал для своей матери и отца, Чадо, дитё, сын, дочь, что ты с нами сделал? Возможно, ты не слышал этих слов от твоих родителей, возможно, ты никогда не узнаешь об них, если будешь продолжать жить так, как ты живёшь. Но если ты искренне поддаёшь с твоими родителями и попросишь прощения за то, всё, что ты причинил им, где ты осознаешь, что что-то же ты сделал для них, причинив столько боли, столько слёз, то ты великие благословения получишь как от родителей, так и от самого Господа. И далее сказано, «Он пошёл с ними и пришёл в Назарет и был в повиновении у них, и Матерь Его сохранила все слова сии в сердце своём, и Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и у человеков». В том числе благодаря за то, что повиновался родителям, был благословен Отцом Небесным. Далее о нём сказано, что Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принёс молитвы и моления могущему спасти Его от смерти и услышан был за своё благоговение. «Хотя Он и Сын, однако, страданием навык к послушанию». Послушание – это был Его навык, это была Его привычка. И если мы, последователи Иисуса Христа, называем себя христианами, в том числе мы, как дети верующих родителей, которые выросли в христианстве, нам стоит брать пример с Иисуса и в послушании, в повиновении. Он был великим примером. Я хочу молиться сегодня вместе с вами о нас, о родителях. Хочу молиться о том, чтобы Господь просто казнулся наших сердец, как отцов, чтобы мы могли сознавать, где мы неправы, где мы раздражали своих детей. Я хочу молиться, чтобы Господь касался наших сердец и Духом Святым вовремя где-то останавливал, когда мы перегибаем в нашем воспитании. И молиться о том, чтобы мы не смотрели на все сквозь пальцы и позволяли делать вещи, которые недопустимы. Об этом я хочу молиться за нас, за отцов. Я хочу молиться о матерях, которые, возможно, точно так же, как и Мария, переживая, где же они находятся уже два часа ночи. Когда ты готова высказать все, что накипело, когда ты готова сказать, чадо, дитё, сын, что ты с нами делаешь и начинать воспитывать его, но не в тот момент это нужно делать. И, возможно, где-то в горечи души ты сказала лишнее слово. Я хочу вместе с тобой молиться, чтобы Господь помиловал, чтобы Господь не услышал твоих слов, которые были сказаны в раздражении. И додаст Господь нам, родителям мудрости, страхи Господни воспитывать наших детей. Я хочу молиться с вами, дети, о том, чтобы Господь Духом Святым касался ваших сердец, чтобы вы могли просто после молитвы или во время молитвы, как Господь вас расположит, подойти к вашим родителям, искренне попросить прощения за то, что вы причинили вашим родителям. Я хочу вам молиться о том, чтобы вы вспомнили моменты, где вы, согрешая против родителям, согрешали против Господа. И прежде всего уладили отношения с родителями и обратились в молитвы к Господу за непослушание, за неповиновение, за непокорное, за то, что раздражали отца и мать, за то, что из-за вас они, возможно, ночами не спали. И хочу молиться вместе с теми, которые свободны полностью, которые могут просто подойти к родителям и сказать, папа, спасибо, мама, спасибо за все, что вы для нас сделали. Молитесь о нас и дальше. Я понимаю, что нам где-то иногда непривычно, неловко как-то не по плану молиться, не по плану слушать проповедь, но если действительно сейчас на этой молитве у вас будет побуждение подойти к вашим родителям, что-то сказать им, сделайте это, не стесняйтесь этого. Камеры у нас во время молитвы переключены. Я не хочу, чтобы вы были в каком-то смущении, я хочу просто, чтобы мы, как родители, действительно молились о себе, чтобы мы, как дети, молились о себе и наладили отношения, если есть какие-то испорченные отношения. И чтобы мы помним, что если мы как согрешаем против родителям, это не просто мы как-то замем, мы как-то забудем, мы как-то простим, а ну куда нам деваться? Простим, естественно, простим, дети, но от этого зависит ваша будущая жизнь, от этого зависит то, насколько вы будете благословены Господом, насколько тебе будет хорошо на земле, которую Господь Бог дает тебе. От этого зависит, как ты поведешь себя. Будьте благословены, я хочу вместе с вами молиться, и да благословит Господь, управляет нашими сердцами, чтобы мы это сделали. Действительно, примирились перед Господом и перед друг другом, перед родителями, детьми. Будьте благословены, будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok